Критикуют действительно Путина и в России, и как и граждане уже понимают что-то не так, ну и уже начали критиковать во власти его же люди, тот же самый Кадыров, он сказал, что плохо, плохо среагировали на его слова как бы раньше, когда он предупреждал, что в Лимане не все так просто, обвинил, Пригожин тот же поддержал, уже Песков отреагировал, конечно же, он сказал исключать эмоции при оценках, как думаете, о чем это свидетельствует, что уже... Они это делают каждый раз для своей популярности, они это делают ровно третий раз. Первый раз это было, когда отвели войска от Киева, второй раз, когда отвели войска от Харькова далеко, вот, и третий раз сейчас, во время дебильной могилизации и продолжения потерь территории. Вот, они это делают каждый раз для своей популяризации, потому что кровожадность, так как ничего голоса не слышно, кроме самых упоротых кровожадных ватников, то есть в стране разговаривают 25% населения. 75% населения моей страны молчит, просто молчит. Голос слышен только, если вот, представьте себе, каталитический крекинг, да, и самые низкие нелетучие фракции, да, вот этот мазут. Голос слышен только из этого мазута. Все остальное либо уехало, либо улетучилось, либо просто молчит. Мы слышим сейчас маленькую часть России, самую худшую часть, мы ее видим везде, от президента до последнего мобика, как их называют, от веселых и молодых людей, размахивающих флагами, до сидящих упырей в зале, от певцов, танцующих на костях, до псевдосмешных блогеров, это продукты отрицательной селекции российской нации. Другие все молчат, либо уехали, либо ушли во внутреннюю эмиграцию и просто ничего не говорят, либо собирают вещи, уезжают, либо уехали, говорят, но их слышно, понятно, за рубежом их никто не слышит. Меня никто не слышит в России. Меня никто не слышит в России. То, что я говорю, вообще никто не знает о том, что я что-то говорю. Что мы с вами разговариваем, будет знать, ну, дай бог, 200-300 тысяч россиян, живущих в России, и кто-то там, понятно, уехавший. Да, они даже не ищут информацию на YouTube-канале. Я смотрю, есть очень мало россиян, которые иногда пишут нам даже, пишут, что они все понимают, все поддерживают. Очень мало, все же приходит час. Страшно, 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 потому что это тоталитарный режим, он не авторитарный, он тоталитарный. Еще чуть-чуть, и ты не можешь быть не за, ты должен быть, будешь только за. Ты не можешь уже молчать. Пока есть право на молчание, этот режим имеет признаки и тоталитарного, и авторитарного, потому что если человек очень известный, он молчать не может, он должен обязательно высказаться, вот, либо уехать. Вот, как пела Оксимирон, выбирая между протестом и отъездом. Ну, кстати, когда было заявление Пугачевой, у всех даже такая была надежда, что вот, люди же заговорили, даже в России была, и сказала о том, что они поддерживают войну. Ну, вот, была надежда, что как-то, боже, люди... А потом с ней встретились и сказали, видимо, как вы планируете провести остаток своей жизни. Мы вам в дребезги разнесем некролог, вот, либо валите. Ну, вот они уехали. Продолжение следует...